Песнями, танцами и всеобщим весельем отметили начало учебного года в южных микрорайонах Магнитогорска. Местные управляющие компании, а также неравнодушные предприниматели организовали для жителей новостроек спортивный праздник. В рамках него, как в старые добрые времена, провели дворовый турнир по мини-футболу. В атмосферу веселья окунулась и наша съемочная группа. Провести это утро дома у жителей 145 микрорайона не получилось. Веселая музыка позвала всех во двор. Дети не знали, какое развлечение выбрать. Танцевать с аниматором или стоять на очереди на бесплатный аквагрим. Десятилетняя Кристина уже побывала и там, и там, и теперь участвует в конкурсе рисунков на асфальте. Я давно занимаюсь рисованием, уже шести лет, даже раньше. Я ходила в школу по рисованию, и поэтому у меня получается хорошо рисовать, необычные цветы. Дворовые праздники уже стали для жителей южной части Магнитогорска традицией. Этот приурочили к началу учебного года. Чиновники, приехавшие на мероприятие, пожелали всем пришедшим от души повеселиться. Состояние хорошее у вас? Да! Погода отличная. Поэтому я всем желаю хорошо посоревноваться сегодня, поиграть, поучаствовать. Все получат сладкие призы. Проигравших не будет, потому что это спорт, это здоровье. Это интересно и весело. Пока дети младшего возраста развились с аниматорами, старшие испытывали себя в скорости и ловкости. Турнир по мини-футболу собрал четыре дворовые команды. Инициаторами праздника и соревнований стали местные управляющие компании и неравнодушные предприниматели. Цель – сплотить людей и возродить дворовый спорт. В советское время, то есть, мое детство прошло, в каждом дворе были детские площадки, хоккейные площадки. То есть, зимой на коньках, летом играли в футбол, сейчас это как-то все немножко подугасло, подутихло. Ставим перед собой такую цель – возродить детский дворовой спорт. Компания «МакПласт» является одним из спонсоров этого спортивного, великолепного праздника. Хотим поблагодарить всех, кто пришел на этот праздник. Пожелать, чтобы побольше проводилось таких хороших детских мероприятий. Самым эмоциональным этапом праздника стало перетягивание каната. Всегда серьезных пап даже не пришлось уговаривать участвовать. А мамы были искренне рады возможности пару часов спокойно постоять в стороне, пока дети резвятся. Дети, что вам понравилось? Все понравилось. Анимация, аквагрив нам понравился. И, конечно же, спортивное состязание. Для ребят футбол – это очень замечательно. Мальчишки из дворовой футбольной команды «Амкал» стали главными героями праздника. Одержав две победы, они получили грамоты и золотые медали. Успеху особенно способствовал капитан Егор. Он занимается футболом в спортивной школе. Пришел организатор и сказал нам, что будет турнир. Мы начали активно собирать команду и готовиться к этому турниру. Тренироваться, заниматься слабыми местами, корпусы, ускорения всякие изучать. Призов удостоились не только победители соревнований, но и все пришедшие на мероприятия. Сытные угощения от спонсоров подкрепили силы тех, кто провел это утро активно. Организаторы обещают – новый праздник для жителей Орженикидовского района не за горами. Елена Тимофеева, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН.